вот этой планеты довольно-таки глубокий вопрос кстати насколько вообще язычество в рашке распространено спрашивает мао грин ну есть на и на языческие всякие движения и они популярны там в том числе националистов как бы то есть поиск национальной идентичности идея о том что нужна какая-то своя собственная культура своя собственная религия что христианство не подходит ну то есть это грубо говоря достаточно такой радикальный отказ от предшествующей культуры в том плане что ну современная русская культура на значительной степени христианство сформировано а эти люди говорят что вот христианство не подходит потому что это семитская религия эта часть семитской мифологии да я вот рассказываю мы продолжаем снижать налоги сейчас но неплохо повышает а вот смотрите мысль мысль такая а что может быть не о язычестве буквальном а язычестве таком знаете по двум подводном течении скажем так многих бытовых такой бытовое язычество может про это человек спросил вот по поводу того как нет элементы элементы языческих суеверий суеверий они конечно присутствуют до всякие вера в приметы в то что там как бы если ты там не за соль рассыпал или там кошка тебе там черная перешла дорогу или там что проходить под лестнице нельзя или еще что то то есть какие то такие вещи они существуют да на уровне народных примет но это не язычество в плане то есть опять таки в каком вообще в каком виде мы можем рассматривать язычество как таковое как феномен первое это язычество как религия да то есть либо примитивный анимизм шаманизм какой-нибудь который в том числе остался как живая непрерывающаяся традиция у каких-то например восточных народов которые населяют в том числе россию современную либо это как бы язычество со структурированным пантеоном да то есть какие-то языческие боги и вот здесь уже все сложнее намного почему потому что новодел преемственность до утрачена и никаких там волхвов преимущественно новодел конечно да ну опять-таки есть всякие конечно доктрины там эзотерические всяких там течений типа коба о том что какие-нибудь там славянские волхвы и они там тысячу лет прятались от христиан где-то там я не знаю в дубравах и пещерах и потом они во времена сталина вышли наружу я знал я знал что вы обыграетесь идею о том что белые офицеры сталин это на самом деле тайный волхв именно поэтому он бросил учиться в семинарии и сталин он убивал всех он убивал христиан мусульман и иудеев буддистов но он не убивал язычников он не убивал шаманов потому что сталин сам был шаманом на самом деле и так далее вот использовал да использовал магию там чтобы победить как бы борьба советского союза и гитлера это борьба значит славянской мифологии против германского язычества то что такое но если мы от всего этого абстрагируемся от этих удивительных историй значит то мы не не обнаружим язычество у славян как именно какой-то живой традиции которая вот имела бы преемственность то есть всякие данные у него такие на языческие гуру там всякие левашовы и старховы три хлеба вы там всякие интересные личности которые тхеневич и да какие-то которые там написали в 90-х годах вот есть книга велеса которая явно является фальсификатом и собственно и все как бы а но плюс есть еще отдельно даже оговаривать не надо езжу что уж явно является нет я людям в чате объясняю там у нас же школьники слушают преимущественно вот а есть и язычество как отношение к жизни как эстетика определенная да то есть это вот такое вот что-то около не чуждое скажем так интенции нитшанской философии да языческое отношение красоте мира к красоте человеческого тела к приоритетам которые ну то есть потому что для целого ряда и религий которые себя язычеству противопоставляют для них главное это вот стремление к сакральному какому-то потустороннему миру потустороннему божеству а язычники очень часто особенно если это языческие такие примитивные языческие системы то там идет апелляция только вот миру который вокруг нас который данным в ощущениях к живой природе к всяким таким штукам и язычество как отношение к жизни она сохраняется и язычество в культуре она успешно пережила например в контексте европейской цивилизации даже катастрофу средних веков потому что после средних веков был ренессанс а ренессанс это что такое да отсылка силу названия да возрождение эпоха возрождения что же такое они хотели возродить опять-таки это апелляция до гуманизма кофе ренессанса это языческий гуманизм это апелляция к эстетике красоте человеческого тела к человеческого разума то есть это сугубо такие вот языческие моменты и очень много христианские богословы того времени в частности саванарола они справедливо видели в этом сатанизм как бы отход отход от ценностей христианских поэтому есть язычество как отношение человека к себе к окружающим людям окружающему миру а есть язычество как вот некая более или менее структурированная религиозная